Всем доброе солнечное утро! Доброе утро! Видите, какие они? Нельзя. Наелись. Полные животики. Вот такую вот палку распустил вот на такие речки. Вот. Ну сколько хватает сделать? Чаево вы? Контролеры. Получается? Теперь нужно сейчас собрать. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Расчертим на 3 штуки. По 4 сантиметра получается. Янка везет дрова. Четвертый домик у нас строится. Я не собираюсь ничего утеплять. Будка есть. Какая красивая у нас будка получается. С предоком до дверей. Также удобнее. Это будет вход. Ты че здесь присел? Вот такую будку построили мужики. Иди. Залазь. Твой домик. Нормальная будка. Будка как будка. Единственное, ее не на землю. Надо поставить на доски. Такой порожек сделали. Чтобы она оттуда ничего не вытаскивала. Не высыпалась оттуда. Туда соломы наложить. И будет тепло. А потом можно утеплить пенопластом. Сверху или вовнутрь. Как угодно. Иди туда. Иди. Всем спасибо. Всем пока. Всем доброе утро. Мы построили веранду. А теперь мы взялись за собак. Собакам нужно построить еще одну будку. День соль застроить. Потому что они у нас подросли. Им одной будки мало. И вольер маленький. Мы временно с сыном делали вольер. Поэтому он был маленький. Да, они дерутся за будку. Теперь мы сделаем одну будку. Вторую дополнительно. У каждой будут свои апартаменты. Сделаем. Я уже здесь все расчистила. У меня здесь была огромная крапива. Вот она лежит. Все досочки. Весь мусор. Все я собрала. Убрала. Почистила это место. До сюда мы доведем вольер. Ему бегать будет достаточно. Достаточно. Сделаем дырочки в вольере. Две. И поставим будки. Здесь будут стоять две будки. И полностью вольер будет. Набегаются. Зашли в будку. Каждая в свои апартаменты. И нужно будет сделать крышку. Нормальную здесь. Чтобы открыть. Почистить у них. Закрыть. Покормить. Так. Чтобы выпустить. Погулять. И многие пишут мне, что у меня построен специально туалет к соседям. Вы что, шутите? Мы когда здесь строились, приехали, здесь были одни поля. Туалет стоит временно. Не надо чушь писать из-под своей призмы. По себе не судите. Если у вас стоит впритык, то это ваши проблемы. У меня не стоит впритык. И знаете, как строится? Если я первая построилась, то от меня пляшут все дома. Я здесь самая первая живу. На всей улице. Вот такая красота. Вот выгоночка пригодилась. Я ее собирала. Когда нам отдавали вот эти вот доски, я их более-менее выбирала для полочек. Одну в бане построила полочку. А вот эти вот остались. Денис, на меня все кричал. Кричал. Зачем ты этот монстр складываешь? А вот он теперь пригодился. Вот он у меня. Вот здесь вот они лежали. Вот они, видите? Еще коротенькие пособирала всякие. Зачем? Говорит, ты мне захламляешь мою сарайку. А вот пригодились. Всем привет! Привет, да? Привет вам от Рыжухи и Белухи. Да. А мы продолжаем строить вольер для собак. Видите, как им неудобно было. Мало места для погулять им. А сейчас мы им будку уберем из вольеров. В вольере ни одной будки не будет. И будут они гулять. Тут свободно бегать, прыгать вполне им хватит. 2,70 получается. Плюс еще 120 сантиметров. 3,90. Вот будут они тут гонять, как сумасшедшие. Все забьем, крышу сделаем. Это только на лето. Зимой они у нас будут по огороду бегать. По нашему участку пусть бегают. Здесь почему надо подкатывать? Им вполне здесь хватит бегать. И мне калиточка будет. И их можно будет отсюда выпускать. Насыпала им туда струшек, опилок. Будет им там тепло. Хорошо. Вот так вот зашили сверху. И вот эту палку тоже прибили. Чтоб они не вылазили. Сейчас калиточку Денис сделает. Пожалуйста, открывается. Выходим. Закрывается. Все четко. Сейчас еще нашьем сюда палку, чтобы внахлест была. Ну, вот и все. Такой валерчик построен. Деньги будут. Переделаем вообще в хороший, как положено. А сейчас пока вот так. Видите, будка выставлена сюда. Под кидышем сделаны. Удобные. Сделаны удобные апартаменты. Они сыты. Они сыты. Они накормлены. Напоены. Выгулены. У них есть свои пентхаусы. Целых два у каждой. Свой пентхаус. Один. Два. Оборудованы железной крышей. Кровельными саморезами сделаны. У них есть свой выгул. Своя территория, когда надо выглянуться. У них есть своя миска пожрать. Попить, пожрать. Вон она. У них есть свой туалет. Так что все четко у них. Все четко. Или на улице они будут жить, или у нас на улице они не живут. Они прибились к нам. Топтали мне огород, когда я посадила. Переломали перцы, помидоры. Порвали мне спонбон. Пришлось вот им кумекать вот такой вот маленький вольерчик, чтобы они не покостили. Да? И пришлось их приютить у себя. Вот такие дела. Две подкидыши. Суд приговорил. Суд их приговорил. Ой. Все, места мало. Играются. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Колонии, поселения. Суд приговорил. Красота. Красота. Напоследок хочу уточнить для особо одаренных, чтобы не возникали и не вякали, какое расстояние от нашего забора до нашего вольера. Смотрим внимательно. Вот вольер начинается. Сто восемьдесят восемь. Сто восемьдесят восемь. Здесь Денис просверливает дырочку специально под воздуховод. Кондиционера. Доброе утро. Доброе утро. У меня сейчас Денис заедет и говорит, иди-ка сюда, я тебе покажу гусеницу большую, думаю. Ну, большая, но не до такой же степени, чтобы большая была. Смотрите, какая она огромная просто. С мой палец. Теперь раз такое вижу чудо. Жужуха, нельзя, фу. Иди отсюда. Фу, нельзя, гусеница. Это гусеница, ищена живая. Да, Жужуха. Давай ее посадим в банку, посмотрим, что из нее будет. Да делай, что хочешь, Юля. От меня отстань. Я уже съедаю. Ой! Выключитеă. Продолжение следует...